МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увеличение базовой ставки и базовой величины и дополнительный праздничный день. Как выбрасывать крупногабаритный мусор и можно ли жителям частного сектора складировать мусор в приспособленные емкости? Здравствуйте! В эфире Солигорского телевизионного канала программа «Закон и право». Каждый вторник мы знакомим вас с новостями законодательства и разбираемся в юридических нюансах. Ищем ответы на ваши вопросы. Начнем с новостей. С 1 января в Беларуси увеличиваются базовая ставка и базовая величина. С начала 2020 года базовая величина возрастет с 25,5 до 27 рублей. С ростом базовой увеличиваются как некоторые выплаты, так и штрафы. К примеру, максимальное пособие по безработице составит 54 рубля. Пошлина за выдачу нового паспорта 27 рублей. Развод в первый раз подорожает до 108 рублей. К базовой привязаны многие автомобильные штрафы. Так, с нового года штраф за вождение в нетрезвом виде составит от 1350 до 2700 рублей. Штраф за вождение без техосмотра при первом нарушении в течение года может составить от 27 до 81 рубля. С 1 января 2020 также отменяется тарифная ставка первого разряда. Взамен будет использоваться базовая ставка. Она установлена в размере 185 рублей. 2 января отныне станет выходным днем. Указ, в соответствии с которым 2 января закреплен как выходной без последующей отработки в другие дни, подписал президент Беларуси. Таким образом, белорусы будут отдыхать сначала два дня на Новый год, 1 и 2 января, а затем три на православное Рождество, 5, 6, 7 января. Промежуточные дни 3 и 4 января будут рабочими. Ранее планировавшийся перенос на 11 января отменяется. Что касается 31 декабря, правительство не поддержало его установление выходным. База данных автоматизированной системы учета многодетных семей заработает в Беларуси с 1 января 2020 года. В базе уже содержится информация о 106 тысячах многодетных семей. Пока она не полная, лишь фамилия, имя, отчество, данные о гражданстве, месте проживания и некоторые другие данные. Постепенно будут внесены данные о выдаче удостоверений многодетной семьи, награждении орденом матери, выплате пособий. Цель создания базы – переход от заявительного к выявительному принципу. В адрес нашего канала нередко поступают вопросы от населения, касающиеся сбора и вывоза мусора с территории частного сектора и многоквартирных домов. Как выбрасывать крупногабаритный мусор? Можно ли жителям частного сектора складировать отходы в приспособленные емкости? Почему собранное раздельно в торсырье грузят в одну машину? На эти вопросы мы попросили ответить главного инженера эко-комплекса Александра Михалевича. Александр Валерьевич, первый вопрос касается вывоза мусора с территории частного сектора. Владельцы усадьбы, которые не используют дом для постоянного проживания, спрашивают, можно ли складировать твердые коммунальные отходы в приспособленную емкость. Дело в том, что мусор в сельских населенных пунктах вывозят, как правило, раз в неделю в определенный день. И людям, которые приезжают только на выходные, приходится оставлять пакеты с мусором у своего дома на несколько дней, где они становятся легкой добычей для животных и птиц. Заберут ли работники эко-комплекса твердые коммунальные отходы, если они будут лежать в какой-либо емкости? Главное, наверное, требование, чтобы было подъемное хотя бы, вот это, чтобы можно было это. А лучше в пакетах и с крышкой, чтобы не могли те же собаки, вороны разнести такого плана. И машины специализированно объезжают, у водителей все документы есть, с кем заключен договор, кто там оплачивает, того, того забирают. Некоторые, как говорится, под этот шум выставляют свои коммунальные отходы, но договор с нами не заключен, поэтому не забирают. Заберут любой мусор или только твердые коммунальные отходы? Твердые коммунальные отходы. Если вы имеете в виду, что про крупногабаритный отход, то это уже надо специализированно ехать. Потому что твердые коммунальные отходы у нас стоят две линии сортировки. Мы их сортируем все-таки именно к тому, чтобы не захоранивать в этом большой объем, а именно чтобы разделить, как говорится. Все равно под этой программой еще подосмотрено. А как быть с крупногабаритным мусором в городе? Какой объем можно выбросить легальным? Если люди начали уже, как говорится, ремонт в своих квартирах, то есть если они знают, что они одну комнату, например, сделают, трехи пол поднимут, дверь поменяют или окно, ну, как бы мы это еще сами завезем именно в том плане. Но если уже люди знают, что специализировано будут всю квартиру делать, будут поднимать там пол, менять там унитазы, раковин, того сего, то лучше, как говорится, ну, не лучше даже, чтобы приехали к нам, взяли технику, получается, оплатили ее и купили талон на захоронение. Потому что это уже, как говорится, не мелочно, это уже полностью ремонт квартиры, большой объем. Ну, и на каждой площадке, я говорю, установлены таблички по вывозу, когда именно вывозится это крупногабаритное. Есть еще вот строительный мусор, такие как бетон. Бетон – это уже сто процентов должны жильцы приходить к нам и заказывать технику. Потому что бетон, вот именно бетон, плиты какие-то, саму плитку мы не забираем. Они относятся к крупногабаритным отходам, это уже идут строительные отходы. А вот как быть с бытовой техникой, как избавиться от старого холодильника или телевизора? У нас есть даже наш плакат, который можете нам позвонить, грубо говоря, даже денежку заплатим. За один килограмм получается 25 копеек, если вы к нам сами привезете, это старый телевизор. И 15 копеек, если мы сами приедем, у вас тоже заберем. Все это взвесим, тут же отдадим и заберем эту технику. Телевизоры, холодильники, плиты, стиральная машина – все подряд. Многие солигорчане задаются и таким вопросом, зачем раздельно собирать пластик, стекло, бумагу, если в итоге все это грузят в одну машину? Что вы можете ответить? Раньше, как бы, да, у нас была одна машина, не хватало ли всего. Но она собирала именно для раздельного сбора мусора, именно вот все, пластик и бумагу. Все равно стекло забирали отдельно. А здесь уже поступало на линию то сортировочную нашу. И здесь мы уже разделяли, то есть на фракции, на цвета, чтобы можно было это перебрать. Все равно, как бы, смысл есть. Сейчас у нас вот те контейнера, которые еще получили для раздельного сбора мусора, сейчас нам еще одну машину дали. И сейчас мы идем вот каждый день. У нас специально там программа разработана, маршрут, по которым они ездят. И сейчас забирается все уже конкретно отдельно. Стекло отдельно, то же самое пластик отдельно, именно контейнера. Все это поадресно, по дням, все это идет. Спасибо, Александр Валерьевич. На наши вопросы сегодня отвечал главный инженер коммунального закодавительного унитарного предприятия «Экокомплекс» Александр Михалевич. Вы смотрели программу «Законы права». До встречи во вторник. «Экокомплекс» 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 «Экокомплекс»